Привет, Геннадий. Получил твое письмо. Письмо очень доброе, очень мне понравилось. Сейчас постараюсь, спасибо за письмо, постараюсь тебе ответить на двоих вопросов. Специально не готовился, буду отвечать вот как есть. Как будто рядом сидишь, и я с тобой разговариваю. Вот первый вопрос. Почему вы ушли из сектора в то время? Еще. Значит, я вот сейчас не буду в газету, я тебе ее подарю, Сашка. Ну, здесь все написано, почему я ушел из сектора газа. Ну, вообще, в двух словах отвечу, что я, собственно, из газа не уходил по собственной воле. Я ушел по причине смерти своей маты. Ну, вот, а там подробно ты прочтешь все. Отчего умер Хой в действительности? А то везде по-разному говорят. Ну, я рыцарь в чужих проблемах не хочу. Его не убили, умер он сам. Вот. И от передозировки. Был ли Хой наркоманом? Если да, то на какой? То есть, как долго он им был? Я не хочу обсуждать. Я готов говорить о творчестве Хой, о том, какой он был человек и так далее. Для меня он всегда останется лицом сектора газа, и поэтому я не хочу отвечать на этот вопрос. Был ли он наркоманом и так далее. Я считаю, он был в творческой личности, прежде всего. Я слышал, что Тупикин спил свет, Маникеев тоже вроде сильно бухает. Это правда. Что случилось с остальными, такими как Ушаков и Якуш? Ну, пьют, все пьют, ребята, видимо, тоже пьют. Скажем, кто из себя чего представлял? Тупикин был действительно гитаристом, бас-гитаристом. Отбором. С ним было прекрасно работать. На сцене он чувствовал стиль, чувствовал характер сектора газа. Сейчас он, я не знаю действительно, как обстоят его дела, но с музыкой он больше не связан. Может и выпивает, но то, что спился, я не могу утверждать и не хочу об этом говорить. Вот Якушев в армии, прапорщиком, я точно не знаю, или прапорщиком, или еще кем-то. Вот Ушаков на Роском радио работает, я знаю, на Воронежском русском радио у нас там работает. Да, собственно, да. А будет ли вы давать концерты в Москве? Вот на что ответить я сейчас не могу. Насчет Москвы. Буду ли я вообще издаваться? Буду ли вообще меня выпускать? Или я буду писать музыку в стол? И она никогда не будет передана оглаской, мощной оглаской для публики. То ли меня не хотят, то ли моё творчество неинтересно. Я не знаю особенных причин. То ли из-за того, что мне было навязано название экс-сектор газа, я этого не хотел. И я не хочу под этим названием нигде выступать. И нигде не хочу выступать под названием сектор газа и экс-сектор газа. Вот у меня есть имя, я Игорь Завод, может быть, я так и назову свою группу, просто Кощик. Я не знаю, под каким названием. Насчет концертов в Москве сейчас ничего не могу сказать. Хотелось бы, но на сегодняшний день трудный вопрос. Я слышал, что у вас была группа в школах, что с ней стряслось. Да ничего, с ней не стряслось. Почему распалась группа? Скажу просто, у меня сейчас такого даже голоса нет, какой был тогда. Тогда у меня был помоложе, поглупее. И песни были. Но голос-то был такой. А в каком-то году было? Ну, это был вместе с Ходом. Мы и сектор был, и я пробовал свои песни писать. Я пробовал писать свои личные песни, которые не входили по имиджу, по качеству к сектору газа. Не подходили к этой группе, к секторской группе. Но я пробовал свои писать песни. И там направление несколько другое было взятое. Школа, то есть школьные проблемы, всякая школьная тематика. Но не школы, как таковой, первые, вторые, третьи классы, а именно подростков, такие девятые, десятые, восьмые классы. У меня была такая идея. И у меня, соответственно, и волос подходил к подросткам. Я сейчас совершенно старый стал, короче, волос не подходит. И поэтому не сама школа распалась, а распался сам имидж, распался сам статус вот этого направления, поскольку я уже не мальчик такой, который бы мог девчонок за косички трогать. Мы уже девчонок за косички не трогаем, ну, в общем, ладно. Понятно почему, да, по школе. Просто я могу, скажем так, проект школы осуществлять, скажем, писать песни на эту тему. И вполне реально, чтобы, если бы какие-то молодые пацаны там бы исполняли, потому что там именно по имиджу голос нужен детский, юношеский такой. А мне-то уже под 40 лет, так что не могу. И рад, да не могу. Так, дальше. Я купил себе акустическую гитару. Молодец, был, все равно. С чего советуйте начать, а то что-то такое. А у меня ничего не выходит. А бричу, что ли, да? Ну, я вообще хочу научиться играть на электро гитаре. Лучше начинать с акустической линии. И не поздно ли мне уже учиться все-таки 18 лет? На гитаре не поздно учиться и даже в 30 лет. Ну, чем раньше начнешь, тем раньше выйдешь. 18 лет, в принципе, нормальный возраст, причем потому что сформировалась рука, уже она выросла, она сформировалась. А сухожилия еще, сами сухожилия, они вполне еще способны к растяжению. И левой руки, пальцы растяжки, и правой руки еще не затвердели сухожилия, потому что возраст довольно-таки молодой еще. Так что вполне начинать и в 25, и даже в 30 лет, это не поздно. Просто сложнее будет потом, сложнее с возрастом учиться на гитаре. А в 18 вполне нормальный возраст. Да, гитаре. Вот я 18 лет уже немножко играл на гитаре. Ну, не так, как, скажем, сейчас играл. Да, он тепло еще играл, но все-таки я уже играл. Насчет того, что с какой гитары начать с электро и с акустической, лучше не задавать такой вопрос, просто любить гитару. И на акустике свой колорит звучания на акустической гитаре дает мышление больше композиторской деятельности. Вот, акустический инструмент, если не сочинять что-то, это лучше всего на акустической гитаре. А для виртуозных сольных пассажей можно будет взять электро-гитару с удобным грифом. Для начала, может, недорогую, не надо, это гипс. Лучше всего взять гитару тайваньского, корейского производства. Вот они вполне, скажем, такого качества, неплохого, чтобы на ней научиться все. Когда уже поймешь, что такое азы, получится, то уже можно подороже что-нибудь, типа ибаназов брать. Ну, к американским инструментам тоже надо подходить. Так, и не поздно ли мне учиться? Не поздно. Никогда не поздно учиться. Всегда учиться не поздно. Вот и подошел, конечно, ну, в общем-то я ответил, как бы, на эти вопросы. Вот мне очень понравилось то, что оценили творчество не первых двух альбомов, а именно Огненный рай. Причем я настоятельно просил гальцев, чтобы назвали альбом Огненный рай. И не называли там сектор газа, и не экс-сектор газа. Я просто настоятельно просил, чтобы там назвали кущ. Единственное, что они выполнили, только на флаге там написали кущ. Но опять в наглое написали слово сектор газа. Я не в состоянии ругаться с издателем. Все права у него, и деньги вложенные тоже у него. Я могу только разводить руками и кричать, что меня называют сектором газа для того, чтобы самим им заработать деньги. Мне же объясняют, что мои альбомы нигде не продаются, никто их не покупает, что музыка говно. Но все мое творчество говно. Ну, чтобы я просто денег не просил. Либо они добиваются того, чтобы я бросил рок-н-ролл и больше не играл. И шел работать на завод, как все. Либо что-то хотят из этого получить какие-то себе выгодные. Вот сейчас выпустил трибют. Записал там три песни, которые мы исполняли в секторе газа. Одну мы не исполняли, это я исполнил. Пара домой, демобилизация. Это не наша песня. Эта песня не сектор газа. Эта песня хой. А лавочка это наша песня. Это могу суверенческая. Вот демобилизация и пара домой это песня хой. Не надо путать сектор газа и хой. Хой это хой. А сектор газа до 91-го года это был сектор газа. Мы там все были вместе и все были участники. И все творческие идеи, и все песни писали вместе. Не надо путать. Хой проект хой и настоящий сектор газа. После 91-го года это был проект хой, а не группа сектор газа. Опять же, называли сектор газа, но это было нечестно. Люди не знали, что это был уже не сектор газа. Это был просто проект хой. И я могу об этом сказать с четкой уверенностью и каждое слово мою правду. Ну вот, допился. Повнимый рай, девушка, доля солдатская, ведьма. И ХК Воронежка. Нравится. Отлично. Тут вот еще были вопросы, я помню, значит, насчет, кто такой Ким. Да. Ну вот на фотографии альбома фигурирует Сергей Ким. Но это никто. Это с кем Хой там пиво попил, и он записался ему в друзья. И он как бы присутствовал при записи моего альбома. И он пел в уши, что народу нужен экс-сектор газа. Ну вот. И... Но он меня предал. Это что? Хотел, чтобы меня с Галом выбросили. И они с Танькой продолжали называться экс-сектор газом и писали бы свои песни. В результате чего им Кузнецов дал пинка под зад, их выгнал, а меня нараставил на одного. Ну, такой человек. Назвался сектор газовой атаке. Ну, видимо, провокации все, которые на сайте, это, скорее всего, его дело. Ну, и все провокации от его дела. Ну, мне... Понимаете, мне лучше новую песню написать, чем в этой дрязгой ступать. Ну, базары какие-то. Он песня. Так же существует такая группа, сектор газовой атаки. И позднее стали писать Никеем и Сергей Сектор. Ну, человек идет на все, чтобы... Я хочу просто сказать, что такое слава. Талант, размененный на медики. Это слава. А таланты, воистину, не нуждаются в славе и не нуждаются в рекламе. Таланты-то, когда людям нравится, и люди его хотят видеть сами. Сами люди подняли сектор газа. Я считаю, талант хоть был ужасно талантлив. Таланты до ненормальности, с фантастическими идеями. Раз подняли не спонсоры, не какие-то там люди вложения сделали, а люди, простой народ поднял сектор газа только тем, что... Вот это был талант, воистину талант. Никем. Я им пользовалась. Просто на нем зарабатывали бешеные деньги. Сам какой отнюдь небогатый был человек. А мне все, что удалось заработать, это гитара, еще и гитара, и компьютер. Больше мне нет. Даже, ну, дело не в этом. Не в этом счастье. А счастье в том, чтобы творить музыку и быть нужен. Как сказать, мы все смертны, да, что останется после нас? Хотя бы одна хорошая песня, и уже жжу не зря. Но это я так, раз философствуюсь. Все это ерунда. Так что в 2002 году вышел альбом, и офигеть, здравствуйся. Все эти первые два альбома, они не очень удачные. По текстуре, по фактуре и так далее, и того подобное. Во-первых, могу смело заявить, хоть перед любой камерой. И где бы я не могу сказать. Гал, это студия, в общем, с хорошим оснащением, с хорошим музыкальным аппаратурой, с хорошим все. Все там есть. Единственное, что нет на гала, это режиссера. Там очень хорошие инженера. Режиссер это человек, который ставит весь процесс, который видит музыку, который ведет ее до конца. Это звучание, которое получает режиссер, который чувствует саму группу, сам материал. А инженер это человек, который крутит ручки. Вот они просто крутят ручки. А звук, который нужно донести до публики, до массы, у них таких режиссеров... В Москве нет, к сожалению, таких режиссеров, талантливых режиссеров, которые бы смогли записать музыку, именно рок-музыку. Они пишут как... В общем, это инженерская работа, это не режиссерская. Режиссер это человек, который видит, как передний план, что выставить на передний план, что поставить на задний план, какой звук. Какой звук главный, какой звук второстепенный, на какой звук дать напор, а на какой наоборот убрать. Они этого не знают, они этого не чувствуют. Тут ведь этому научить нельзя. Это надо чувствовать, как мастер чувствует гитару. Постучал по дереву, услышал звук, отложил деревяшку, сказал, тысяча долларов эта деревяшка стоит. А другую постучал, говорит, это сто долларов. И положил в другую сторону. Одно и то же дерево, по-разному звучит, одно столб долларов, другая тысяча. Так режиссер также должен оформить песню, чтобы она так дошла до слушателя, чтобы у него мороз по коже пробил. Чего на самом деле гальцы не умеют делать. И пусть это когда-нибудь до них дойдет, или не дойдет, им наплевать. Режиссеров там нет. Есть там хорошие звук инженеры, звукотехники, которые знают, какая ручка для чего служит, поворачивают в какую сторону. Середина, низкая середина, низы там, вверх поднимают. А для чего? Зачем? Они понятия не имеют. Просто крутят их. И все. И поэтому все альбомы сводил Дельцов, простой наш воронежский инженер, Дельцов, и он же у нас был изначально в секторе газа, сводил Дельцов. Не какой-нибудь там Багданов, не буду называть, короче, Дельцов. А Дельцов, потому что он, у него считается, вот он слышит сектор газа, он слышит сектор газа. Он-то слышит, а вот как я слышал, в общем, ладно. И вот, насчет этих альбом, я вернусь. Что радиоактивная улыбка, что пофигизм, я их слушать сам, крайне говоря, не могу. Для меня это мертвая музыка, совершенно мертвая, с дурацким исполнением, и с глупыми текстами. Вот так это все выглядит. А Огненный рай я писал сам, у себя дома, на своем компьютере. Брал в руки гитару, комбик вот, машу стоит, а вот гитара, и записывался у себя дома, колонки, все отдал на галок, в таком же виде, как я отдал. Так все и вышло. И получилось, что Огненный рай, получился альбом, круче, и позвучали. Хотя я не профессиональный режиссер, но я, как я чувствую, вот я чувствую звук, свой звук, как я слышал свой звук. Так я его донес. При убогости оснащения, совершенно убогой аппаратуре, при Pentium 3 у меня стоит, Celeron 633 МГц, это вообще ничто, это дерьмо, вообще на сегодняшний день это дерьмо. Звуковая карта неплохая, 24-битная, но сейчас таких карт навалом. Все я записал, вот на Гибсон, вот недавно, два года назад, а я писал на корейской гитаре. Так что, и гораздо лучше, чем, и мы сравниваем записи, которые я сделал дома, и сравниваем с теми, что они натворили на галок, несмотря на эти все инженерские умы, и мне эти первые два альбома, я их слышать не хочу. Я действительно, это говорю на полном серьезе, они не слышат звук, тот, который нужен. И не считают, вообще, с исполнителем, они считают, что как они и слышат, так и должно быть. Поэтому Огненный Рай самый лучший. А что ты можешь рассказать про Ночной Призрак, который еще не вышел? Ночной Призрак еще не вышел, может быть, не выйдет никогда, но никогда, не говори никогда, потому что сегодня я говорю никогда, может быть, завтра его возьмутся кто-нибудь, издавать. Ночной Призрак также писался дома, как и Огненный Рай, также на своем компьютере, только уже я подошел к Ночному Призраку с таким уже опытом. Уже опыт у меня появился, когда я написал альбом. Написал альбом Огненный Рай, я уже опыт, у меня, я все-таки уже опыт есть. Я уже писал Призрак, будущий уже, имея багаж работы с программой и так далее. Ну, плюс еще вот Гибсон взял СГшку, кстати, это единственный у нас в нашей стране инструмент это Гибсон, это не стандарт, это Гибсон Делюкс. Вот. Здесь. Гибсон Делюкс с качалкой, с такой. 61-го года модель. В общем, это вариант Блэк Саббат, очень тяжелый вариант. Это даже не вариант Сидиси, это у Агустьянга была такая же гитара, кстати, тоже начинал с такой гитары. Сейчас у него просто заказовка стоит, у него там Сигнейшеры стоят. Здесь. Ну, вот с такой гитарой начинали, это Блэк Саббат, скажем, тяжеленький, группа, начинали с Гешкой. ЛСПОЛ модель. Там жирный, такой, гнусавый, в общем, сопливый звук. Такое впечатление, что гитара гайморитом болеет, сражена. Вот. Эта гитара очень разрывная, просто сумасшедшая гитара, и у нее нету гайморита. У нее открытый звук, она больше поющая такая гитара, и хорошо очень, у нее очень сильно выжен низ. У нее практически низкая середина, закрыта, у нее хорошо звучит низ и вверх. Это очень сильный инструмент, потому что я советую всем присмотреться к этой модели. А ЛСПОЛ это предыдущая гитара, да? ЛСПОЛ это вот здесь, вот тут один разок, это вот такая, да, предыдущая гитара. В общем, как правило, она имеет коммерческий успех, она в продаже, почему? Потому что все гитаристы берут ЛСПОЛ, поскольку это и блюзовый инструмент, и джазовый инструмент, и роковый инструмент, и так далее. А этот сугубо роковый инструмент. Это, ну, конечно, на нем можно громить и блюз, вот, очень хорошо. Блюзовая тоже, очень классная гитара, но очень мощная гитара, я могу продемонстрировать. Да, пожалуйста, Вадим Анатольевич. И, короче, присмотритесь к СГшкам. В разных вариантах СГшки существуют. Можно, допустим, не сам гипсом, но есть модели под гипсом, есть эпифоны, неплохие, тоже СГшки. Ну, в общем, присмотритесь, сейчас я их включу. Вот сейчас я объясняю, как я играю в данный момент и на чем я играю и какие используют примочки. Хотя, в общем-то, примочки не менял, я в своей обучалке рассказывал, что я использую аналоговую примочку DISTOSION Боссовский. Очень мне нравится, потому что звук певучий очень. Вообще, гитара мягко звучит, очень поющая гитара. Вот. И Zoom GFX 4. Ну, это старенький уже Zoom. Но, чем мне нравится, здесь всегда можно вмешаться оперативно. Вот эти ручки. Не цифры, а набираешь. А ручку повернул и любой тембр. Вот. Здесь зашито в пресетах где-то 200 этих самых. Ну, я использую два варианта. Один на солодовый аккомпанемент и еще иногда квакушку. Но квакушку лучше иметь аналогов. квакать, лучше на аналогов. Там хорошие примочки есть. Флокс и так далее. Ну, вот как Gipson звучит. тесно скажем на бриджевском датчике на звук бриджа стоит 57 классик звукосниматель. То звук типичный роковый. вот. И это, скажем, неков, нековский звук, такой плотный, скажем, такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь, а скажи, ты сейчас импровизировал или играл то, что уже как бы известно? Потому что многих, я знаю, очень многих интересует этот вопрос, что многие начинающие гитаристы пытаются копировать, подражать кому-то, то есть там, ну, понятно, что западным исполнителям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть ты играешь то, что слышишь, и в принципе... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, говорит, наблюдая за тобой, ты на ней не играешь, ты, как сказать, не видно школы какой-то там, значит, гамма там, что-то еще такое. Просто видно то, что ты играешь то, что слышишь. Он надолго въезжал, потому что вроде бы я играю, а оказывается, я не играю, я просто исполняю то, что я хочу услышать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вот типа как роккин-рол звучит. Ну, много. Гитара богатая инструментом в том плане импровизации. Но нужно, конечно, начинать... Ну, в общем, тут понятно все, да? Понятно, как гипсон звучит. Ну, может, я его не полностью раскрыл, так сказать, вот может, в чистом звучании он... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот лирика звучит вот... ДАШИО СИГАЛЕТОМА РУКОЕТ В ОТМИ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А припев здесь звучит, допустим, вот уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я стараюсь, я все... Я понял, что я с любой гитарой выжимаю один и тот же звук. Я стараюсь из него выжить. Если выжить, все вот. Если гитара плохая, но, скажем, слабая, она не отвечает. Игорь, извини. А я тут отвечаю, не отвечаю. Я просто выжимаю из нее. Извини, такой вопрос. Вот из последнего альбома «Ночной призрак». Какая, на твой взгляд, самая впечатляющая песня в этом альбоме? И ты можешь ее, как бы, немножко прокомментировать или так немножко показать, как звучит? Само «Ночной призрак» песня? Да. Ну, в альбоме. То есть ты считаешь, что «Ночной призрак» самая, как бы, поскольку она одноименная, то есть, соответственно, альбома? Вообще история песни, в принципе, можно так сказать, довольно-таки интересная. Эта песня я исполнил, ну, скажем, на свой день рождения, под акустическую гитару. Мне сказали, а почему ты ее не запишешь? Я говорю, а что в ней особенный? Что мне такого, чтобы ее записывать? Да ты что, песня, там, слова. Могу, кстати, слова в этой песне написаны на грани фола. Я просто вспоминаю себя, что состояние, которое мне в словах передать пришлось, это произошло после смерти моей мамы, и такое состояние, когда не хочется жить, когда такая утрата, когда твоя жизнь состоит из потерь. Я это все в текст перенес, я, можно сказать, не задумывался, какая будет музыка, но когда вот это вот зазвучало, вот, скажем. Как колокола, и здесь у меня пошел текст с водорода, страшно, иначе я буду штучиться в окно. А вторая гитара отвечает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот так. Примерно звучит... Впечатляет. Ну, да, звук... Нет, впечатляет не только звук гитары, но и мастерство. Я, в общем, да. Да он, нет, он поющий инструмент. Да, все говорят, чарда сыграет. Просто я сыграл, чтобы... Кстати, некоторые очень много рассуждают на эту тему, и, в общем-то, многие считают, что это нереально. Я сыграл? Нет, безусловно. То есть, это видно, это в этом-то... Я как раз в этом не сомневался. Нет, ну просто говорят, чарда, что ты играешь. Я говорю, да что, вроде как я. Это вот, значит, я показал. В общем, в принципе, вот тяжелые вещи на этой гитаре... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тяжело звучат, но можно, конечно, и этот звук изменить и сделать гранжевый. Так вот, немножко искажений я убрал до минимума искажений, тоже на этом дистошене. И вот, скажем, такой... Я могу уже играть аккордами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА